Я хотел бы, чтобы вы с нами увидели вот это вот видео, оно одно из, такое свежее, смонтированное, это одно из сел, граничащих на, вот, Харьковской области, граничащих с Донецкой, Богородничная, да, и вот такие села и вот такие города, которые оставили по себе российские оккупанты, вот, имеют такой вид, фактически все разрушено, возвращаться людям, по большому счету, некуда, сплошная разруха и так далее. То есть, города, в которых буяла жизнь, сейчас не придатны, да, не предназначены для тут и сейчас жить, да, и вот мы видим, что по меньшей мере тысячи гражданских в Изюме, Харьковской области, например, погибли из-за оккупации россиянами, если говорить о человеческих жертвах, 80% инфраструктуры города разрушены. Как вообще начинать восстановление? Из чего начинать? Ну, первый шаг, вот он сейчас осуществляется, это восстановление украинской власти на оккупированных территориях или уже на освобожденных территориях. Дальше надо оценить потери в инфраструктуре, наличный, имеющийся потенциал для восстановления тех или иных объектов инфраструктуры, есть ли специалисты для работы, потому что действительно многие уехали. Те, кто может вернуться сейчас, ну и там, где действительно можно возвращаться, я думаю, все-таки райцентры, такие как Балаклея, Купинск, туда, я думаю, что часть людей может вернуться. Сначала возвращаются специалисты, которые запускают работу необходимой инфраструктуры тех или иных предприятий, ну и восстанавливается постепенно нормальная жизнь. К сожалению, надо учитывать, что пока продолжаются военные действия, большая часть населения, особенно прифронтовые города и поселки, возвращаться не будет, ну потому что это просто опасно. Ситуация ведь не только вот в освобожденных поселках и городах, например, в Харькове, Николаеве, там идут очень активные боевые действия, обстрелы каждый день, вот россияне бьют по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому главные условия возвращения людей, это прежде всего окончание войны, полное изгнание российских оккупантов с украинской земли. А дальше надо будет запускать те программы, по которым уже есть договоренности с нашими партнерами. Это восстановление отдельных поселков, городов, отдельных регионов, вот как это сейчас происходит в Буче, Эльпине, в многих городах и поселках Киевской области. Нечто подобное будет происходить, естественно, и в Харьковской области, предварительные договоренности об этом уже есть. Ну и будут меры, насколько я понимаю, сейчас вот, например, вводятся меры под регуляции хозяйственной предпринимательской деятельности по госзакупкам. Это также должно способствовать возобновлению экономики на освобожденных территориях. Да, вот вы удачный пример привели с Бучей и Эрпинем. По последним данным, там уже не осталось ни одного социального объекта, который не был бы забронирован на реконструкцию иностранными партнерами Украины. То есть мир очень активно помогает Украине в восстановлении, но с чем не сможет помочь, это с восстановлением власти. Это уже наша задача. Вот как быть с властью? Кто будет руководить на этих территориях? Кого назначать? Ну вот главы сельских советов, депутаты? В конце концов, надо ли там проводить перевыборы? Или пока еще об этом говорить рано, но а когда тогда об этом говорить? Я напомню, что пока идет война и действует закон о военном положении, выборы проводить нельзя. Закон о военном положении, он предполагает создание военных администраций. И тем более, когда речь идет об освобожденных территориях, то, конечно же, там до момента окончания войны будут действовать именно военные администрации. Прежде всего, надо восстанавливать силовой блок, должны вернуться правоохранительные органы. Естественно, следующая задача – это обеспечение жизнедеятельности, снабжение населения продовольствием, водой, электричеством. Вот уже сейчас в освобожденные города и поселки Харьковской области направляются гуманитарной помощи. Так что, одна из задач, которая также в первые дни возникает, этим уже занимаются, это расследование преступлений россиян за оккупационный период и привлечение к ответственности коллаборантов. Потому что, как показывает опыт, вот люди, которые сотрудничали с россиянами, они должны понести наказание, иначе это будет пятая колонна внутри. Как показала история Донбасса, вот после 2014-2015 года на освобожденных территориях слишком мягко обошлись с теми людьми, которые активно сотрудничали с российской властью, с сепаратистскими структурами. Эти люди сейчас опять помогают россиянам. Поэтому вот нельзя повторять эти ошибки. А вот эта тонкая грань, как ее не переступить, кто именно коллаборант, который помогал власти, а кто вынужденно жил, потому что не смог уехать, и даже, допустим, вынужденно получил паспорт. Или если получил паспорт, то это уже однозначно коллаборант. Какие вот здесь грани? Есть, во-первых, закон, который предполагает критерии коллаборации с оккупантами и соответствующее наказание. Закон как раз приняли во время войны, и я думаю, что он очень сейчас своевременен. Люди, которые получили российские паспорта, на мой взгляд, я тут выскажу свою субъективную точку зрения, они не могут считаться коллаборантами. Это скорее моральная ответственность. В каждом случае своя была ситуация. Кто-то специально хотел, наверное, получить этот паспорт российский. Кто-то вынужден был это сделать. Коллаборантами являются те, кто активно сотрудничал с оккупационными властями. Участвовал в работе оккупационных администраций, помогал оккупантам, в частности, сдавал украинских патриотов. Вот такие люди должны принести наказание. То есть речь не идет о каких-то массовых репрессиях. Кстати, отмечу очень важный момент. Сейчас в российских СМИ активно разгоняют фейки о том, что якобы на освобожденных территориях в Харьковской области проводят массовые репрессии. Что там чуть ли не убивают людей, которые сотрудничали с Россией. Нет, речь идет о привлечении к ответственности. Это вопросы не только моральные и политические, это уже вопросы юридические. Это тоже вопрос защиты Украины от оккупации. Уничтожение коллаборантов происходит во время оккупации. Потому что это уже закон войны. А когда территории освобождены, действует закон, таких людей задерживают. Затем есть процедура ареста, следствия и привлечения к ответственности. Приговоров уже сотни, насколько я знаю, по коллаборантам. Так что здесь работает закон. Украина все-таки стремится быть правовой державой. В этом наше принципиальное отличие от России. Да, тут конечно же сигналы даем всем нашим согражданам, которые оказались на временно оккупированной территории. О том, чтобы они максимально делали все, чтобы сохранить свою собственную жизнь. Уж если дали российский паспорт, они все равно знают, что они вернутся после оккупации в Украину. Главное сохранить жизнь. А вот если сотрудничество и пособничество, и сдача, как вы сказали, наших позиций, наших войск, и сотрудничество в рамках власти, администрации, это конечно подпадает под ответственность очень тяжелую. А вот жалко в какой-то степени смотреть на тех самых гауляйтеров юга Украины. Уже столько сигналов, да, будешь гауляйтером, совсем скоро ты умрешь, да, и никакого будущего у тебя так точно не будет. Потому что их таких же гауляйтеров ненавидят и в самой России. Просто ими пользуются временно. Пока что они с ужасом чувствуют приближение украинской армии, и потом они переходят на территорию, как мы знаем, Российской Федерации, и оттуда начинают вещать. Так вот, самопровозглашенный руководитель Херсонской администрации Сальдо записал первое видеообращение после того, как вышел из больницы. Давайте посмотрим. Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья. Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но тем не менее, вопросы, которые касающиеся организации работы в Херсонской области, они были всегда со мной. Как вам вот такое его обращение? Кажется, что он, ну, как минимум так переживает, да? Неуверенность в его голосе однозначно. Все же думали, что он уже с Ковалевым встретился на том свете. Ну, на самом деле, я думаю, что он прекрасно понимает. Вопрос освобождения Херсона украинскими войсками, это лишь вопрос времени, причем времени ближайшего. И вопрос, куда ему возвращаться. Так что, я думаю, он уже ищет, где ему обосноваться в России или в Крыму. Хотя Крым тоже будет объектом освобождения для Украины. Так что, для Сальдо, я думаю, это лишь попытка напомнить о себе. И напомнить о себе не столько жителям Херсона, сколько своим хозяевам, чтобы они его не бросили. Но вот вы правильно отметили, что сами российские власти, они не доверяют коллаборантам. Известны уже случаи, я об этом читал в российских СМИ, что, например, предъявляют претензии вот как раз в Херсонской и Запорожской области некоторым коллаборантам, знаете, за что? Вот очень показательный момент. За то, что они учились в университетах в Западной Украине. То есть даже это является предметом подозрения. Ага, значит, если ты учился в Тернополе, например, в Тернопольской финансовой академии, значит, ты предатель, значит, ты потенциальный нацист. Вот до чего доходит просто... Это и смешно одновременно, и печально, но это очень хороший критерий того, что они не доверяют даже вот этим своим коллаборантам, этим своим марионеткам. Причем тоже очень показательная деталь. Когда шло наступление украинских войск в Харьковской области, началось массовое бегство коллаборантов из Донбасса, из Луганской области, из разных населенных пунктов, и на юге Украины в том числе. Так после этого вот этих сбежавших коллаборантах их поймали, вернули на места дислокации и обязали записать видео, что якобы они вот находятся на местах. Это вот еще один пример того, что для них эти коллаборанты не более чем марионетки, которых они используют как прикрытие, что якобы население этих территорий хочет в Россию. А на самом деле речь идет о предателях и о том, что этими оккупированными регионами, конечно, их контролирует Россия, и речь идет о прямой оккупации. Редактор субтитров А.Семкин